Музыка Всем-всем-всем привет! Привет! Девочки, мальчики, я только домой пришла. Видите, какое там солнце, солнце светит, яркое. Ходила в больницу и была у дочери. Дочь тоже ходила в больницу. Зубной! Я с новыми зубами! Крещение сегодня! День рождения моего папы. Всех-всех хочу поздравить с этим праздником. Праздник большой. Так, сколько градусов? То ли 10, то ли 11. Видите, я какая розовая шла в сопку. Собака соседская лает. Сосед умер. А 4-го числа. А собака чует, что нет хозяина. Бедная я иду, она вот гавкает, скучает. В общем, сходила, поставили зубки. Вот такие, весь вверх. Маленькие. Наташа говорит, мам, что-то такие маленькие зубки. Я говорю, у меня никогда не были они большими. Никогда. Всегда были маленькие. А вот. Потом пошли к ней. Кристину дождалась со школы. Костя тоже сегодня был выходной. Ну и посидели у детей, пообщались. Потом, говорю, доча, я поеду домой. Засветло, чтобы мне добраться. И зашла в фикс прайс немножко. Вот. Там дочь мне конфеты сыпанула. Я говорю, да я же очень редко и то. Мне конфеты, если с чаем я пью, то только карамель. Ну, или шоколадку там откушу. Что бывает редко. Редко, но метко, да. У меня даже вот здесь снег весь сошел. Девчата растаял. Но асфальт весь треснул. Трещина такая приличная. Видите, как треснула? Вот она. Это землю прет так. Вот она, трещина. Землю прет со страшной силой. Здесь у нас пришла не витрины. Вообще замечательно. Очень так классно, да. Там на низу ветер. И прям вот мороз, мороз. Ну, не даром я такая вот розовая. Видите? Вот этот вот воротник меня спасает. Насколько он теплый. Он двойной у меня. Вообще очень-очень классно. Внученька вчера писала сочинение. Я говорю, что тебе поставили оценку 5. По сочинению про бабушку. Что бабушка была проводницей. Она написала. Наташа говорит, надо было написать проводником. Неправильно написала. Я говорю, ничего страшного. И проводницей, и проводником. Какая разница. Вот. Ну, и отвезла им брючки, которые я первые шила. Кристинке с моих старых брюк. Я говорю, на, накаток, может быть, будет одевать. А потом выбросите. И отвезла. У меня легенькие. Тут ее были штанишки. И я так посмотрела. Они были давно-давно куплены. А сейчас глянула. Это как бы двунитка. Футер двунитка. Не без начеса которая. Но отвезла. Кристинка их сразу одела. Говорит, ой, мне нравятся легкие. Серенького цвета. И где-то еще розовенькие такие штанишки лежат. Это покупалась Вере. Но она вообще их не носила. Они так пролежали просто. И все. А я вчера вечером, девочки, занималась выкройками. Все их повырезала. У меня осталось склеить для кости брюки. И еще одну толстовку на Наталью. Вчера решила протопить печку. Протопила печку. И три отреза футера я постирала. А постирала два футера, которые заказывала на Валберисе, когда я лежала в больнице. Я их замерила. И сегодня девочки тоже замерила. После стирки стирала, как мне посоветовали, на 40 градусов и на 800 оборотов. Полчасовая стирка. Вы представляете, ни на сантиметр не села. Вот ни на грамм. Какая была ширина, длина, та и осталась. Вот я до этого один кусок, что покупала на Авито, тоже стирала. Он у меня наоборот как бы раздался вширь, а в длину, то есть по долевой. Он сел буквально там на сантиметр, что ли, или полтора. Вот что-то такое. Но вчера я еще один кусочек, три куска я постирала. Все высохло. Утром встала, все это замерила быстро и побежала вниз. Внизу вызвала такси и поехала до поликлиники моей, до больницы. Поставили мне зубки, он там еще и подделывал. Ну и дал мне, значит, талончик на понедельник. Он до понедельника походит, и если где-то что-то, дискомфорт будет, то я приду в понедельник, и он там подправит. Но я и кушала у Наташи, вроде бы как, и ничего. Но те зубы я не выкинула. Я уберу их дома, девочки. А то мало ли что случись, как я вот этот раз была. Ну, половина суток я была вообще без зубов наверху. Это кошмар. Не поесть, не попить, как говорится, не рот закрыть. Вот что. Ну ладно, это немножко так. Смеху. Смех и грех называется. Вот. Вот пальчик вот тут опять как заусинец задрался. Сейчас надо прийти и обрезать. Пойдемте домой. Пойду переоденусь. Руки вымою. Покажу, что я вам... Что я купила, там забежала. Вроде ничего не купила, а тысячу с лишним отдала. Вот. Все подорожало. Наташа ездила вчера в светофор. Говорит, мама, что-то там... Ну, кое-что хорошее. Кое-что одни вот эти ашки-ешки, которые мы не берем. Мы читаем сейчас, что можно брать, что нельзя. А вот. Ну, она вчера готовила рыбу под маринадом красную. Я наелась, охотку сбила. И теперь я рыбы не хочу. Завтра буду борщ варить. Я который день хочу борща с квашеной капустой. Поэтому сегодня я уже наевшись. И у меня еще вареники там дома плавают. Надо их доесть. А завтра встанем и с утра, девочки, отправимся на кухню. Мне надо хлеб печь. Яблоки куда-то деть. Эти три яблока. Куда деть? В шарлотку. В шарлотку сделаем. И борща. Борща наварим. А вечером я буду заниматься сегодня... Ну, наверное, буду склеивать. Вот еще для Кости брюки там. И толстовка. Еще одна выкройка. Надо их тоже склеить, а не А4. Все это проклеиваю. А вчера сидела весь вечер, вырезала. Вырезала, вырезала. Наташа заказала себе костюм. Мама будет мне шить. Она хотела купить. Потом сказала, я не буду покупать за 4 тысячи костюм вот этот футер. Ну, начес, начес. Боже мой, футер. Придумали вот эти слова заграничные. Я не знаю. Но это самый настоящий девчата начес, который мы носили в детстве. В детстве мы же ходили и росли в этих костюмчиках. У кого-то были вот тут коротенькие замочки закрывались. У кого-то были воротнички кругленькие. У кого-то отложные были воротнички. Штанишки на резинках. Я как сейчас помню, у нас был... У Вовы был такой коричневатый цвет, а у нас с Любой был темно-синий. Вот мы ходили. Поверх валенок одевали эти штаны. И зимой прыгали в сугробы. Сугробы раньше были большие. Приходили эти штаны были. На них висели вот так вот сосульки. Это... Боже, как... Вот знаете, чем старше становишься, тем больше вспоминаешь что-то моменты вот такие счастливые из детства. А сегодня мы вспоминали моего папу. Сегодня было бы моему папе... Девяносто три. Так, он первого года. Да. Девяносто три было бы года. Вот девятнадцатого января он родился. Вчера был день рождения моего мужа. Семьдесят один год исполнился. Ну, в общем, иду домой. Пойду маркизика выпущу. А то я его утром прогуляла и домой. Говорю, иди дома сиди. Но, в принципе, можно было оставить и на улице сегодня. Очень даже как бы... Ну, здесь у нас тепло. Сейчас шла вот здесь по тропке. Вот такого мышоночка увидела. Говорю, о, мышонок. Кто-то задушил, видать, и бросил с кошек. Ну, кто-то охотился. Ладно, девчата, захожу домой. Переодеваюсь. И пойдемте на кухню. Попьем кофейку. И посмотрим, что же я купила. Вот, девчата, я переоделась, пошла. Маркизика покормила быстро. Там наверху, он же же проживает со мною. Вниз его не отпускаю. Ему здесь одному скучно. И он со мной там. Ну, отправила его на улицу погулять. Что же я там купила, девочки, в этом фикс-прайсе? Ничего не купила, ты еще рублей, как с куста улетела. Вот, Наталья вчера ездила в Светофор, купила вот таких конфет. Что-то им не очень они зашли. Молочная. Но это вот, помните, первоклассница была раньше. Я любила, я всегда их брала там. Потом какие-то Светлайф. Ой, господи, Супер Тигр. О, видите, какая конфетка. Вот такие. И вот такие. Ну, это ассорти она брала. Мама, давай поделимся с тобой. Я говорю, ну, положите, ладно. Шоколад-карамель называется. Я говорю, ладно, с чаем попьем. И вот эта вазочка. Помните, дочь мне подарила. Тоже с фикс-прайса, кстати. Классная. Что там я купила? Самое главное, я купила опять вот этот крем. Девчата, это для пяток. Вот у меня лопались руки, да. Вот этот пальчик опять вот. Небольшая трещина есть. И пятки. На одной, главное, ноге. Пятка прям сильно так треснула. Вот такие же трещины были глубокие, как на пальцах. Ну, это на нервной почве, я уже уверена. Никакое-то не заболевание, ничего. Вот этот вот крем от трещин в ступнях. Он, значит, салантоином и витамином F. Я уже его два, наверное, тюбика использовала. Выбросила. У меня уже нету. Третий, по-моему, там тоже уже полупустой. Он вот такой. Он, девчата, фольгированный. И вы знаете, он такой не сухой крем. Классный. Мажешь. Надо прям втирать, втирать, втирать. Именно в пятки наши. И потом вот эта кожица, она сама прям слетает и отпадает. А тот препарат, что я вот убрала до больницы-то, я купила. Но он для педикюров. Кстати, я забываю его все достать. Я там его в бочку спрятала. Ну, думаю, вдруг без меня вот так Кристинка нальет. Не дай бог. Что-нибудь себе намажет, выжжет просто руки-ноги. Надо тоже им попробовать. Там буквально вот на несколько, наверное, минутах держишь, а потом кремом мажешь. А потом оно будет, наверное, вот эта отмершая кожа отпадать. Ну, в общем, пятки лечу. Салфетки взяла. Салфетки с бамбукового волокна. Вот как бы это... Вот эти губки у меня не были. Губки хорошие. Но люблю я все же посуду мыть салфетками, девчата, вот этими. Именно бамбуковыми. 30 на 34 сантиметра. Здесь их сколько штук-то? Пять штук. И они такие толстенькие. Они легко стираются. Ну, стирать, конечно, нежелательно. Но я ими столы вытираю, посуду. Вот когда помыла, отжимаю салфетка чистая, и я могу ей обтирать. Вообще удобная вещь. Я брала каких только не брала салфеток, но лучше всех это вот эта бамбуковая. Две штуки взяла. Взяла, опять же, премиум мягкий натурально растворимый сублимированный кофе. 400 рублей, девочки, уже стал. В общем, я брала банку свою, да? Вон черная карта. Ну, там уже не черная карта. Я в эту банку насыпаю. Вот эта пачка как раз входит в ту вот банку из-под кофе. Здесь, значит, 235 грамм. Да. Ну, на 117 чашек. Все равно беру, потому что дети приезжают, они кофе пьют. Костя говорил, брошу, брошу, брошу. Снова пьет. Наташа тоже пьет. Взяла свои любимые печеньки, крекер вот эти. Мне нравятся. Вот я буду с чаем пить вечерами. И взяла вафли со вкусом шоколада. Вот такую пачку. Сколько тут грамм, даже не знаю. Ну, 400 грамм, девчата. Вот. Она в два ряда. Ну, там вафли хорошие. Вот. Что здесь у нас? Вода питьевая, сахар, жир кондитерский. Так. Растительное масло в натуральном и модифицированном виде. Пальмовое. Понятно? Пальмовое масло везде присутствует. Хотим мы того или не хотим, нас никто не спрашивает. Мука пшеничная, какао, порошок. Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное. А зачем тогда пальмовое сюда, да? Соль, ароматизатор, эмульгатор, разрыхлитель. Ой. И продукт может содержать незначительное количество орехов, арахиса, молочных продуктов, используемых на предприятии при производстве других продуктов. Короче, для бедных, нищих нас, людей. Фикс прайс. Но они вкусные, девчата. Я вот что вкусные, то вкусные. Я как-то брала вафли. Какой-то вот, знаете, вот запах был сырости, выкинула. Даже есть не стали. А эти вот брали хорошие. И опять же я взяла еще две пачки. Здесь по 10 чашек. Сейчас выпью одну. Вот эту вот сгущенку три в одном. Здесь со вкусом сгущенного молока. Так, девчата, вот я в больницу-то покупала тогда. Наташа меня потом привозила. Они вкусные. Мне вот нравится. Вкус такой приятный. Просто приятный. Я сейчас выложу тоже в такую баночку и буду пить. Вот я вам по ценам сейчас скажу. Крем для ног 80 рублей, не подорожал. Салфетки 90 рублей. Вот салфетки, по-моему, подорожали. Они были дешевле. Вот я две взяла. 180 уже рублей. Крекер. Сладиал какой-то. 80 рублей. Так. Кофе растворимое. Вот это. Вот это. 114 рублей. Не подорожало. Вафли 90 рублей. И кофе. Вот кофе в пачках подорожало. 400 рублей. Вот. И, в общем, у меня вышло, девчата, на 1058 рублей. Представляете? А что в сумке-то? В сумке ничего нет. Но нам же пенсию добавили. На тысячу. О, мы сейчас богатые. На тысячу. А за год это на 12. За год набежит. Ну, ладно. Живем дальше. Сейчас я попью кофе. Пойду почищу печку. Не знаю. И, наверное, еще куска 3 футера я постираю. Его надо весь буквально перестирывать, да? Я хочу сказать, девчата, я вчера топила печку и 3 куска футера постирала. Ничего не село. Вот сейчас с дочерью разговаривала. Говорю, у меня ничего не село. Может быть, это зависит от самой машинки. Какая машинка. Вот Наталья постирала штанишки Кристинаны. И они у нее сели, подвалялись. Она сегодня смотрела. Говорит, мама, у меня нету 600 оборотов. 400 и 800 и 1200. Я говорю, ну, вот машинка, машинка и рознь. У меня и 20 градусов, и 30, и 40, и 60, и, по-моему, 80, и 90. Вот все градусы выставляются. И обороты тоже. Начиная от 400 и до 1400, по-моему, или 1200. Что-то вот такое. И эти программ много. И там можно по ходу стирки остановить и добавить даже белье еще в стирку. Машинка крутая, хорошая. Вот. Но они, видите, не стали новую покупать. Поменяли. Вот на чем держится сам барабан. Вот этот маховик-то. Он у них сгнил. Они поменяли, отдали тоже 9 тысяч за ремонт. Но пока поменяли. Говорит, мастер посмотрел. Говорит, я вам сделаю новый. Вот эту маховину самую. И она еще, говорит, будет у вас работать долго и долго. Ну, ради бога. Мало места она у них стоит на кухне. И она поуже. У меня здоровенная. Но у меня места полно. А у них-то поменьше места. Вот. И она на кухне. В ванну там не запихать ее. Никак. В общем, девочки, пью кофе. И пойду наверх. И пойду наверх. Видео, которое я заливала на Яндекс.Дзен. Позавчера или вчера, я уже не помню. Вчера, по-моему, там какое-то видео у меня есть. Я сейчас выпущу на Ютуб. Вот. А это видео еще что-то доснимаю. И потом уже буду его монтировать. А завтра днем, девчата, днем. Завтра суббота, да? Да. Суббота, воскресенье. В понедельник я пойду. Зубки свои эти какие белые. Красивые зубы. Наташка говорит, мама, их не видно, когда ты разговариваешь. Я говорю, а что мне, говорю. Я же не лошадь, чтобы мне было видно все. Весь рот нараспашку. Ржали. Она говорит, ну да, да. Я говорю, зато засмеюсь, все видно. Вот. А так, говорю, я что, меня что, по зубам будут определять? Как раньше рабов. Зубы проверяли все, уши, глаза, там, что и как. Но мне же никто, говорю, в рот лазить-то не будет. Ой. И смех, и грех. В общем, завтра днем. Сегодня уже, конечно, седьмой час уже, конечно, поздно. Я не буду делать видео по футеру. Девчата там писали, Тань, скинь ссылку, Тань, скинь ссылку. Девочка, у меня времени нет абсолютно. Это надо как-то зайти и потом в Одноклассниках. Я прочитала ваши комментарии, девочки. Я прочитала. Я завтра днем, прям вот с утра, сниму по футеру видео, да. Покажу вам все куски и оставлю ссылку именно на этого продавца. И объясню, как, как купить. Как купить у него. Вот. Там ничего сложного. Там вступите в группу и можете купить. Ну, вот я, допустим, я сегодня прикладывала свои брюки, выкройку, да, на синий кусок футера. Синий у меня. Такой темно-яркий. Он ближе даже к Васильковому. Думаю, вот хватит мне на брюки. Я брала куски от метра. Метр. Метр и полная ширина. И я все вот так вот сложила, значит, полочку, ну, переднюю половину брюк, вторую половину брюк, и там манжет, и пояс. И у меня выходит прям вот, 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 по длине, вот тютелька в тютельку. Представляете? И вывод я сделала, что надо было мне покупать не метр за 300, а брать уже метр, полтора, полтора метра. Он чуть дороже, по-моему, был. Чуть дороже. По-моему, 350 за килограмм. За килограмм ценник. Не за метр, а за килограмм. Вот. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, я думаю, не было бы. А, ну, какие наши годы, все впереди. А вот так вот, видите, по росту, допустим, Костя, я не знаю, в этот метр брюки может и не войти. Подолевой, подолевой я имею в виду. Ну, тогда будем делать вставки на тех же брюках, на той же кофточке можно сделать вставочки какие-то, да, и дальше шить уже, как бы, цветными этими, комбинировать, короче. Посмотрим, девочки, посмотрим, что и как, и почему. Кристинки, Кристинки отвезла вот эти старые, те красненькие брючки. Говорю, носи, не жалей. Нечего жалеть. Ну, уже делала выкройку на 134, теперь все, она отпадает. Она отпадает, потому что моя внученька уже выросла. Она вытянулась. Ну, мам, папа высокий, и она будет высокая. Поэтому я уже взяла мерки на 140. Вот 134 и 140. Пока есть что носить. Пока я ей сошью, она еще вытянется, да? Пускай будет. Вот. А там посмотрим, что мы будем шить. Из футера шьют все, абсолютно. И без рукавки, и носки, и рукавицы. Я же говорю, моя мама работала на фабрике, им приносили закройщицы вот эти кусочки, выпады, выпады от кроя. И мама шила нам носки. Той же закройщицы шила, и та приносила ей. Они куда-то эти вот тоже куски шли из фабрики, я не знаю куда. Но куда-то же они шли. Вот. И мы ходили в этих носках. Они, кстати, дырок никогда не делали. Они не протирались. Вот что. Ну, ладно. Так что и мы носки сошьем. И навяжем, и сошьем. Ладно, девчата, к детям съездила, у меня аж настроение такое поднялось. Хорошее. Все хорошо. Погода хорошая. Зубы поставила я очень рада. Очень рада, честно. Потому что зубы это все. Сейчас попью кофейку и пойду своего Маркушу забирать. Домой. Домой, домой. Моего мальчика. А то он сейчас загуляет, придет весь в колючках. Как прогулка заканчивается, я его вычесываю. Он очень распушился сейчас. Ну, на зиму. Пушистый, тяжелый. Да еще вот этих блошек ему потравила. Кстати, вот Наташа спросила. Мам, сфотографируй мне эту штуку. Сейчас я вам покажу, чем я ему травила. У кого есть кошечки. Она недорогая, вот это вот лекарство. И на холку. Потому что таблетки он у меня не ест. Сейчас, девчата, покажу. Да, да, да. Вот тут целый комплекс для кошек. Против клещей, блох и гельминтов. Раствор для наружного применения. Вот такой, девочки. Вот такой. Я вот в прошлый раз брала. Была еще мусечка моя живая. Я им обоим мазала холки. Здесь как бы... Ну, а раз сейчас котик один, она мне сказала, вот это вот на два раза. Вот половинку я ему вымазала. Прям на холку. А половинка вот еще. Еще на раз. Ну, через три месяца. Зато парень такой прям деловой. И хэкать перестал. Может быть, вот это вот глисты его давят. Я не знаю, девчата. Ну, как-то так. А во-вторых, он же пушистый. Он же лижется. Волос проливает. Проглатывает. Вот показания. С лечебной профилактической целью при энтомозах, вызванных блохами, ушами, волосоедами, поражения инсодовым клещами, а также при цистозах и нематозах. Ну, короче, ну, полезная штука. Вот я ее брала 405 рублей. До этого я осенью брала 380, по-моему, был. Немножко тоже подорожало. А в переход зашла. Там самая дешевая, вот такая маленькая бездюлька, 600 рублей. Я говорю, не, не буду у вас брать. Пойду. А этот препарат я брала в ветаптеке. Где ветклиника, вот на Баляйке. И там ветаптека. Вот там я брала, девчата. Вот, второй раз. Я там должна еще 5 рублей осталось. Но мне идет посылка. Я на почту хожу мимо. Пойду на почту, говорю. Я, говорю, за посылками прихожу частенько. Приду, говорю, вам занесу. Она говорит, да занесете вы эти 5 рублей. Я говорю, я не люблю, чтобы должна была. Ладно, девочки, все, пью кофе. Всем хорошего дня. Девчата, вот мой футер. Два куска стирается и два вот коричневых. Вот один темнее цвет, а один вот светлее. Я сейчас буду стирать по два куска. Вот там у меня чисто серый, такой красивый-красивый цвет. Два куска тоже, да. Я стираю на быстрой программе. 30 минут. На 40 градусов. Видите? И на тысячи. Тысячи оборотов. Посмотрим, что будет. Вчера на 40, но было там, по-моему, 800 оборотов. Сегодня даю. Тысячу. Вот сейчас выстирую, прям с порошком. И вот эту потом закину. Вот тот серый был немножко с изнанки грязноват. Тут у меня печка. Вот, видите? Затопила. Всё же затопила. Думаю, затоплю. Пусть она вот у меня уголь стоит. Видите? Затоплю. И она быстро-быстро всё, все тряпки высушит. Ну, а здесь, здесь я включила компьютер. Сейчас буду монтировать видео для вас. Сейчас смотрю, там какую-то женщину. Она сказала, на пять тысяч будет месяц питаться и будет показывать всё в интернете, как она будет жить на пять тысяч рублей. Но я не хочу жить на пять тысяч рублей. Я хочу есть то, что я хочу. Вот я уходила утром. Видите, что у меня на диване? Вот этот кусок синий, я его уже стирала. Это я накрыла от кота. Вот выкройка. Это я покупала выкройку. Значит, размер 54. Мой Наташа 52. Ну, вот. 54 будем делать. 54. Потому что впритык такие брюки не делаются. Вот они какие по рисунку. И вот смотрим, девочки, вот этот кусок, что футер, вот он в зоне. Вот двойная брючина. Тут тоже двойная брючина выходит. Это у меня пояс. Он должен вот так лечь. Ну, ляжет. Я думаю, что там, если что, надставлю. Потом идёт манжета. Их две штуки. И идёт вот такая карман и мешковина. Вот. Вырежется. Вот этого куска, вот, он вдвойне, видите, лежит. Вполне, это я брала от метра. Вот вполне хватает на штаны. А чтобы было с кофтой, с кофтой, я так думаю, надо брать, ну, минимум, полтора метра. Вот минимум. А то и метр, метр шестьдесят. вот так вот при полной ширине. Ну, вот это я стирала тоже, футер, и он ничуть не подсевший. Ну, я не знаю, как он, может быть, со временем подсаживается, не знаю. А, этот у меня на один сантиметр, по-моему, подсел. Но я его стирала на тридцать градусов. Вот сейчас стираю на сорок. Вот этот вот у меня стиранный. Завтра буду делать обзоры. Вот это постиранный. Вот это постиранный. Это я покупала через Валберис. Кристина выбирала. А этот вот, это я штаны, что Кристинке делала, шила. Я его не стирала. И вот этот, видите, как здесь он скомкался. Вот здесь изнанка, вот так встала. А здесь изнанка, глядите, абсолютно никаких комочков вообще нету. Вот как она была ровненькая. И вот это вот, вот изнанка, так она и есть. В общем, не знаю. Но это турецкий писали футер. Вот он я покупала. Трехнитка и размер полтора метра на метр шестьдесят, на метр восемьдесят. Вот. Видите, Турция, производство Турция. Вот тот кусок и тот. Не села грамма, грамма не села. А это вот я покупала у Павла. Ну, очень шикарный тоже футер. Ну, вот он, видите, как, вот, вчера я постирала, вот он подвалялся. Или срезать вот это все надо обобрать. Ну, как бы махрушки вот эти. Сейчас посмотрим, как у меня вот этот постирается. Я тоже посмотрю, что же будет с тем. И обязательно, обязательно вам покажу. Покажу. Вот у меня два, две стопки. Надо все потихоньку перестирывать. Ну, завтра буду вам делать обзор. Какой стиранный покажу, какой не стиранный. Потому что, чё ж, уже лежит давно посылка. А у меня всё. Она лежит. Вот бегает маркиз. Видите, чё я собираю за ним? Был только что здесь. И вот такие клоки с него летят. Ладно, девочки, а тут моё богатство по вязанию. Вязание моя любимая, конечно же. Всё, всё в дело. Всё в дело, девчата. Ну, сейчас дождусь. Вот постираю, покажу, что там с изнанкой. И на этом уже это видео тогда буду заканчивать. Ждём, пока стирка не постирается полностью. Девочки, вот два полотна серый, который Наташи. Вот он. Он так не показывает. Вот подальше, подальше, подальше камеру поставлю. Вот такой вот он серенький. И смотрите, какой он чистенький стал. Вот. Вот здесь ничего не скомкалось. Оно ещё проутюжится и вообще будет шикарно. Вот кусочек и вот он кусочек. Вот, вот, вот цвет. Вот сейчас прям вот настоящий его цвет. Вот здесь вот, вот, вот поймала. Вот этот цвет, такой красивенный, красивенный серый цвет. Вот он. Видите? всё отстиралось и нету таких катышей. Но нету. Я думала, он отутюжится. Сейчас коричневые два куска тоже стираю. Вот они большие, прям куски. Класс. Вот она. Ну, всё, мои хорошие, что обещала, я вам показала. Я буду стирать, печка топится, а всем скажу. Всем до утра! У меня йога стоит, может быть, завтра потихоньку буду её убирать. Огоньки один раз зажигала. Да, как-то так мне. Что она была, что нет. Честно. И вот здесь у меня колонхой, вот он стоит, тоже зацвёл цветок. Вот. Внизу прям пышный, пышный цветок. А здесь он более такой жидкий. Этот, смотрите, как повернулся вниз, цветёт. Вот он, мой зайчик, вот он, вот он, только начинает набирать силу. Смотрите, даже вот маленький, маленький и то. И видите, сколько у меня божьих коровок? Они ожили, мы их подкормили. Дочь гугл спрашивала, как подкормить. Сладкую водичку надо сделать на ватку, ватку намочить. Я их подкормлю. А, видишь, опять уснула. Поели и уснули. Вот они, божьи коровки. Вот. Но не выкидывают, девочки, пусть живут. Пусть живут. И тут вот тоже была... Нет, тут не вижу. Я их всё вот сюда сажала. Короче, живой уголок. Вот такой вот цветок. Видите? И вот моя ёлочка. красавица. Время, девчата, у меня полдесятого. Я буду сейчас монтировать видео и буду клеить, скорее всего, кроить. Не буду уже ночь, а буду клеить выкройки. Ещё пару там выкройок у меня. Всем-всем здоровья, всего самого доброго, самого наилучшего, мировом и душевного равновесия. Всем-всем-всем. Всем пока. А с вами была Татьяна. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok